Мы продолжаем, братья и сестры, продолжаем тему нашу, история христианства и церковь, и Израиль, христианство и еврейский народ. В общем-то взаимоотношения, теория замещения, буду тоже сегодня говорить немного об этом, наверное, об истории антисемитизма. Многие факты мы с вами узнали уже, уже два дня прошло, уже третий день у нас с вами, и много мы с вами уже узнали. Так вот, мы с вами узнали в самом начале еще, что через цезарепопизм церковь попала в рабскую зависимость государству, многие проблемы пришли. Среди них, конечно же, антисемитизм. Антисемитизм был политикой государства, и он становился политикой церкви. Потому что церковь официальная, государственная, православно-католическая стала идеологом государственным, работником идеологическим. Поэтому, как бы, проблемы государственные, они стали проблемами церкви. И, знаете ли, вот хочу начать сегодня со слов Александра Вединского, из его проповеди, называется «Церковь и революция», 22-го года еще выступление его. Он говорил так. Хотя бы и священную оппозицию, но свою сначала союзницу, а потом пленницу. А ковала государства церковь и на белоснежной одежде невесты Господней, смотрите внимательно, накладываются кандалы и цепи. К церкви Господней подходят все эти византийские, лангобартские, франкские монархи. Они приносят добычу, золото и серебро, и те драгоценности, что в неправедных боях добывали силы воинской. Они приносят ее как дар, они золотят ее купола, они драгоценностями расцвечивают ее стены, они дают ей бесконечное количество земель и рабов. Но, посмотрите, разве ты не видишь, когда какой-то льстивый император целует благоговейными поцелуем руку невесты Господней, он в то же время накладывает на нее кандалы и цепи, пусть золотые. Церковь попадает в плен государства, церковь держится скованной в клетке. Да, та клетка огромная, она такая большая, что может показаться, что ее нет. Да, кандалы, ковы и цепи уже не железные, не стальные, чтобы сразу не было видно их безобразие. Они, может быть, подобны тонкой золотой паутиной ниточке, но она металлическая и держит крепко. И попала птице Господне в руки человеческие, и не могла она уже больше взлетать орлиными крыльями своими, и не могла парить она больше над миром и возвещать миру правду. Вот такая цитата из выступления Александра Веденского, одного из как раз столпов обновленческой церкви православной, потому что как раз вот сто лет назад, зарождаясь обновленчество, 90 лет назад, 80 лет назад, обновленчество как раз именно радовало за церковь независимую от государства, вот на позициях Иисуса, Кесаря Кесарева, о Богу Божье, чтобы именно вот таким образом церковь влияла на этот мир. Не мир по своему образу подобию, что переделывал церковь, а чтобы церковь влияла Господней силой такой, знаете ли, на мир, и возвещала миру правду, как говорил Веденский. Друзья мои, вот проблема антисемитизма, это проблема как раз такая политическая больше. Я снова вспомню сегодня того религиозного лидера христианского, деятеля Иоанна Златоустого, который жил в конце 4-го столетия, который как раз, с именем которого связывают как раз появление теологии замещения, теологии как раз именно такой инквизиторской теологии даже. Так вот, Златоустый Иоанн, эта личность очень такая трагичная. С одной стороны, он великий проповедник и служитель такой, сделавший карьеру в церкви, он стал патриархом вселенским, патриархом константинопольским, а с другой стороны, став как раз такой первой величиной в церкви, он стал провозглашать очень страшные учения. Вот, допустим, цитаты, цитаты из его таких вот сочинений о евреях. В общем-то, человек был на самом деле просто одержим, видимо, вот этими бесами антисемитизма. Он сказал так в одной из своих проповедей, Иудеи сделались псами, а мы чадами. Помните, вот чады и псы, он говорит, а мы, а теперь наоборот. Конечно, иудеи скажут, что и они поклоняются Богу, но этого сказать нельзя. Никто из иудеев не поклоняется Богу. И дальше, дальше, дальше. Вот еще одна цитата, есть их много, этих цитат. В синагоге живут и демоны не только на этом месте, но и в самих душах иудеев. Демоны живут в душах и нынешние еще люди и прежних. Похотливости не произошли ли они самых похотливых животных и прочее, прочее. Здесь вот такой набор, знаете ли, вот просто вот этих оскорблений и прочее, прочее, прочее. Вы знаете ли, толпа не просто слушала вот эти проповеди подобные, там дальше большой список этих цитат. Они брали на вооружение себе это. Потому что его паства совершала первые вот эти вот убийства, вот эти еврейские погромы. Знаете ли, чего, как говорится, греха таить, если как раз в конце 4-го столетия, начало 5-го столетия, как раз вот эти первые погромы, они и состоялись. То есть, получается, проповеди, да, они разжигали, эти проповеди разжигали вот такую нетерпимость, разжигали именно вражду и разжигали антисемитизм. Конечно, такие проповеди были по сердцу императорской власти, по сердцу императора. Они нравились. Светские правители, допустим, они, по сути, используя вот эти вот всевозможные погромы даже, просто-напросто грабили евреев. И зависть здесь смешалась, и все-все на свете вообще. Ну, хотя проблема антисемитизма, это такая духовная проблема больше, я бы сказал, чем даже идеологическая проблема. Хотя вот современный антисемитизм православный, это чаще всего, вот именно невежество даже, элементарное невежество. Потому что, даже Бердяев об этом писал, кстати, что наш антисемитизм – это невежество. Потому как человек, допустим, изучающий Писание, читающий Библию, да, ему очень сложно остаться антисемитом. Чем больше он изучает Писание, тем меньше у него шансов остаться антисемитом. Это закономерно. Он может остаться антисемитом? Конечно, может. Я знаю, таких христиан, которые Библию читают, остаются антисемитами. Но это бывает, ну, по разным причинам, конечно. Но в целом, человек библейски грамотный, евангельски мыслящий, тем более, он не может оставаться антисемитом. Просто, кем бы он ни был по национальности, если он историю читает Авраама, Исаака, Якова, патриархов, он читает не о чужих уже людях для себя. Будь он даже, допустим, чукчий или ненец где-то там на севере, знаете ли, или африканец где-то там в пустыне. Он читает уже о своих родных ему по вере, по духу, людях. И Авраам уже ему отец по вере. Знаете ли, и я скажу, что многим священникам, вот вчерашним моим коллегам порой, к сожалению, многие из них антисемиты, такие, притом довольно-таки рьяные. И вот о некотором из них я так и говорил, что, знаете ли, говорю, братья, если бы даже, говорю, в еврейском народе не было бы ни одного порядочного человека за всю историю, вообще ни одного порядочного человека, все были бы негодные и непутевые люди. Но кроме одного Иисуса Христа, даже ради одного Иисуса Христа я бы любил и уважал весь народ бы. Даже ради одного Иисуса Христа. Но мы можем вспомнить и его матерь, его апостолов, пророков. Мы можем вспомнить много-много достойных людей. Мы можем сегодня видеть много достойных людей. А негодяев можно найти в любом народе вообще. можно найти всевозможным заговорщиков масонов в любом народе в любой нации мы сможем найти с вами аферистов всевозможных там в любом народе правда кто как преуспевает смотря но в общем то нельзя смотреть вот на эти вот частности да и не видеть вот на самом деле больше большого такого божьего замысла бога который от одной крови как павел сказал да произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли назначив определенные времена и предел обитанию и не найдут ли его бог дал в сердце что ли в дух как каждого народа вот эту жажду поиск по богу знаете ли и даже можно сказать так что на природе вообще на планете всей не найти народа атеиста нет такого народа просто его хотели искусственно создавать и создавали 70 лет знаете ли как нам говорили раньше значит в школах что советский народ это новая общественная формация там какой прежней не было в истории это новая общественная формация создаваемая искусственно это селекционно очень страшно создавалась путем массового такого геноцида убийства десятков миллионов людей знаете ли целых классов общества уничтожения лишь для того это все было положено жертва чтобы создать новый народ которого не был никогда в истории человечества новый народ атеист народ который никогда бы не знал бога народ который даже слова бог бы забыл помните сталина который утверждал православный человек выросший в православной семье закончивший школу православную потом училище потом семинарию и еще немного без пяти минут батюшка был бы уже это это этот почти что священник православный знаете ли еще немного и ходил бы на приходе где мне там подбились и бы и покойников печатал бы этот человек пытался доказать что бога нет вообще и и не надо и безбожная пятилетка имела ни одна две даже пятилетки безбожные имели целью именно что слово бог будет забыто носить территории ссср и больше того а вожди насчет революции ленина и потом мы сталин и троцкий многие другие лидеры революции утверждали что вот этот дьявольский эксперимент под названием ссср это лишь начало вообще начало мирового пожара мировой революции и в общем-то планы коммунисты были однозначно не создание заповедника такого и в этом загоне такого народа атеиста создание планетарного такого знаете ли ужаса планетарного атеизма повсеместного но опять таки это искусственные вот эти меры знаете ли десятки миллионов просто невинных жертв вот этой идеологии коммунистической знаете ли все это коту под хвост как только свобода немного лишь забрежило как только немного что-то повеяло свободой и опять люди то все равно пусть там приврата пусть как но к богу то потянули знаете ли ищет человек душа ищет бога и потому что бог создал нас и по образу подобию своему мы не от обезьяна слава богу что наша мама там его там был не была шимпанзетом или мартышка какая ну вот и папа не был там орангутангом каким-то слава богу что были люди созданы богом и конечно если бога нет то как писал еще достоевский то все можно если бога нет то это совершенно зловеще так абсолютно и ужас вот и политические и экономические и прочее да друзья мои кстати тот же достоевский интересно очень заметить в конце своей жизни последний год он писал очень интересные такие статьи и вот одна из его заметок о русском народе о душе народа русского он писал что русский народ по природе свои атеист вот интересно он он исследовал историю вот мировую и нашел что по природе все-таки русский человек он атеист и он сказал даже пророчески что если когда-нибудь атеизм он и будет угрозу представлять для значит мира то он и придет именно из русского народа то есть как бы призрак революции призрак коммунизм он бродил по европе знаете ли но он не нашел там пристанище я думаю нашел бы там все-таки если бы не реформация так когда-то вот шестнадцатого столетия если бы не вот эти движения знаете ли наверняка это дух нашел бы си там пристанище ему нужно место безводной бесплодное такое знаете ли и самая религия делала ужасную работу я могу потом прочесть еще даже вам отца александра борисова московского протеерея книга побелевшие нивы или же размышления русской православной церкви он пишет что мы как церковь по сути подготовили дорогу для большевиков для коммунизма и создали советский союз именно православная церковь на протяжении своей тысячелетней истории в россии создавала платформу для атеистической очень сильной пропаганды и платформу для коммунизма большевики лишь они взяли как бы уже готовую модель и довели ее до безумия я в общем-то собираюсь в последний день наверно в пятницу уже вам кое-что рассказывать из истории христианства на более вот современный нам ближайших нам но очень назидательной хотя наверное раз у нас такая неделя учебная интересная получилось понемногу от от всего так что можно даже сегодня упомянуть будет об этих событиях но предлагаю снова вглубь столетий нырнуть и и оказаться снова в четвертом далеком столетии в конце четвертого столетия мы запомним пожалуйста запомним и анна златоустого значит одного из пионеров именно теология замещения теологии антисемитизма помните ли я упоминал уже на тех занятиях на чем как бы этот лжеучитель он базировал свое лжеучение на чем она ложном таком пророчестве на ложном понимании что якобы израиль никогда больше не соберется что якобы евреи никогда больше не не будут иметь свои отчизны что никогда больше государства не возникнет еврейская но это было похоже на правду в это верили многие поколения многие поколения тысячи лет на значит верили христиане в это значит в эту веру но слава богу что уже после реформации шестнадцатого столетия появлялись такие христиане евангельские которых можно назвать ранними сианистами которые еще даже до начала еврейского сианизма вот такого традиционного светского сианизма уже верили в то что израиль будет собираться и государство израильска будет восстановлена это было еще в восемнадцатом столетии до в семнадцатом восемнадцатом столетиях я был в германии в одной церкви брать маравских братьев насчет это на юге германии или как юга получается восток германии там где чехия как раз на границе с чехией и вы знаете ли в этой церкви большая церковь тысячная церковь одна из древнейших церквей маравских так там еще в семнадцатом столетии было прощество насчет что государство будет восстановлен что евреи снова соберутся и что иерусалим будет отстроен именно евреями и в это тогда вообще мало кто верил мог поверить вообще но христиане вот там маравские верующие в восемнадцатом столетии допустим они в это верили очень сильно и проповедуя по всему миру потому что церкви маравские были миссионерские церкви и в америке в других странах мира то они и вот это вот это понимание они сеяли там где не сеяли слово божье за теле параллельно они говорили и об этом это казалось утопии в далеком восемнадцатом столетии но в девятнадцатом столетии уже среди еврейства и даже не религиозные евреи стали пробуждаться те кто подумали а почему бы и нет а почему бы и нет почему нам стоять в стороне от этих процессов ведь вполне возможно нам снова вернуться на свою землю долго долго ли мы дамы стран странствовали но пришло время вернуться в отчизну знаете ли и скажу что это чудо вот это чудо которое произошло в 1948 году она перекрыла она просто просто спутала карты все вот этих религиозных антисемитов всего христианского антисемитизма спутала все карты и в общем то я считаю выбила платформу из-под теории замещения потому что именно на этом понимание строилось все остальное здание но вот видите миф до сих пор этот значит существует а теория замещения которая вот начиная с эпохи иоанна златоустава и василия великого она стала распространяться по христианской церкви по христианским церквям и на западе на востоке вам уже наверное рассказывали об этой теории да теории замещения по-разному и можно освещать эту теорию но вкратце и можно так описать вот что бог я так как я понимал раньше допустим как в принципе специально там не учили я не я не помню я мало посещал таких лекций значит именно вот что касается вот этот вопрос но некоторые я застал но там не было таких специально там допустим учений вот именно что замещение что вот именно есть такая теория даже такого слова я не знал тогда это это более позже я вот как бы узнал что есть такая теория замещение называется а говорилось лишь о том что вот бог любил раньше свой еврейский народ а потом взял и разлюбил любил убили говорил люблю все на насчетом как иеремии там говорил про прощества вот если небо может быть следу наверху основание земли внизу то я разлюблю все племя израиль в этом за все то что они сделали против меня то на счетом и прочее 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 тем более это же как раз написано в той же самый главе где говорится и о новом договоре до новом завете интересно и вот бог любил 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 клялся божился что люблю и прочее верности а потом взял и разлюбил однажды разлюбил развод как говорится и дети форточку все развод а а теперь он полюбил другую церковь православную я так понимал раньше ну и конечно же многие христианские церкви они считают что вот именно их церковь возлюбил значит их динаминацию его или вообще в целом христианство по большому счету возлюбил насчет бог еврейский народ взял и разлюбил теперь и теперь уже как боже вот все прежний договор аннулирован теперь новый вот в принципе вот я так и понимал думаю надо же ну наверное да наверное так оно есть тем более что наверное христианам выросшим вот в бывшем советском союзе безбожном этом тоннами даже было проще чем этот принять эту теорию потому что как бы нас учили такому как бы интернационализму поэтому как бы здесь было понятнее ну и более убедительно что ли было так вот и знаете ли что а потом я подумал так стоп если бог я об этом даже кстати говорил и в своей церкви и в других церквях уже не раз если бог разлюбил свой еврейский народ и полюбил другую хорошо да полюбил насчет церковь хорошо теперь все то доброе что написано в библии о еврейском роде все это относится теперь к церкви а все то злое что написано еврейском роде написал остается все евреем хорошо разобрались все прекрасно интересно но если бог однажды оказался неправ однажды солгал однажды обманул однажды нарушил договоры разорвал договор и разлюбил и пережил развод за теле и все у него новая семья теперь новые дети на счет вообще он там не алимента даже не платит вообще насчет абсолютно что если вообще вообще будем говорить сторониться евреев потому что в теологии тоже православный допустим никак не может бог быть среди евреев вообще значит абсолютно а чтобы быть православным евреи нужно отречься от своего православия и от своего еврейства вообще ну хорошо а где гарантия что сегодня бог не передумает и в отношении допустим не евреев и скажет о простите все между нами все кончено а бог а как же договорил мало ли что к все даже психологи говорят да что если чаком пережил однажды развод уже да и пытается значит построить развелся и опять женился то ну больше вероятность что на и в этот раз значит изменят и нарушит договор а вот но дары божьи и призвание непреложное вот почему бог против развода вот почему бог против значит этих вещей и даже знаете ли даже тоже самое многобожие допустим да какие-то сара сравнивает этот грех а супружеской неверностью недаром это но это с прелюбодеянием да это очень такое но близкое сравнение тем более что допустим многобожие почему еще являясь таким грехом потому что человек открывает самое интимное внутри себя для кого-то другого помимо бога да свое сердце свою душу он молится когда чем молится он открывает самое внутреннее самое сокровенное в себе и бог то знает создав нас он знает что если мы будем вот это вот внутри внутри себя помещать не его а будем открыты для кого-то еще и будем молиться кому-то еще то мы просто-напросто деградируем и ну уничтожимся а если будем к нему обращаться то будем живы слава иисусу христу слава господу богу да друзья мои и еще из того из той далекой эпохи запишем еще василия великого который в принципе тоже как иоанн златоуст заложил основу тоже для такого религиозного антисемитизма и к сожалению василий великий вот он как бы продолжил тему златоустого и она это современник его и его знакомый его товарищ можно сказать так и он продолжил тему и англ устава и что же он привнес такого в церковь значит заложил основу для лжеучения о равенстве священного писания и преданий знаете ли почему такая теория родилась у него о равенстве предания и писания писание и предания почему ему видимо в голову пришла эта идея эта теория потому что если брать чистое писание да то очень сложно можно очень сложно обосновывать такие теории антисемитские приходится совсем уж из контекста прямо вырвать все насчет и рассчитывать на то что слушатель не удосужиться проверить по писанию так ли это и вообще как это сказано в самом самом писании в самой библии то есть нужно давить авторитетом и чтобы человек доверился просто твоему слову но элементарная проверка по библии она просто вот такой религиозный аферизм и выводят на чистую воду и поэтому требовалось я так понимаю вот василий великий не сделал бы это сделал бога были там петр великий там или прочее я не знаю то есть кто-то если бы сделать рано или поздно я такую теорию о равенстве писания и предания потому что многие вещи и в том числе антисемитизм необходимо было обосновать более как бы так вот чем-то 2 веским и родились предания родились и возможное предание василь великий написал однажды так кстати его послание некоторые называются каноничными посланиями каноническим посланиями то есть они считаются богу духовенными в православной церкви и считаются аксиомой без всякого доказательства уже именно принимаемыми в этом на отличие в протестантском мире допустим есть тоже разные писатели разные есть книги и некоторым из допустим писателей протестантские церкви тоже относятся очень так вот ну с большим почтением но никогда ни одна из церквей протестантских небе не объявляет свои своих любимых авторов допустим посланиях каноническими посланиями исключение являют только лишь секты некоторые допустим мормоны допустим да вот значит святые последних дней они себя называют у них есть по сути как чуть не каноническая книга книга мормона и я разговаривал с людьми которые были в этой секте раньше на счет и которые вышли из нее они утверждают что все эти годы что они были там они изучали библию очень мало а в основном эту книгу мормона то есть у них приоритет именно вот эта книги над писанием как бы это у них вот ну свой такой свой мир создан такой хорошо и вот из послания канонического значит написано к блаженному амфилохию 92 параграф его послания к амфилохию о святом духе так я выборочно читаю здесь здесь есть большой довольно таки так фрагмент значит приводится так еще славянские так оборотов ащи ну то есть если если древние догматы некоторым образом внушают благоговение представляя свои представляя в своей древности как бы в некой синяне досточный вид так сейчас я скажу по-русски уже здесь к сожалению без такого перевода а сложно переводить сразу и искать этот текст значит из послания к амфилохию василь великий 92 раздел или параграф его послания говорит о том что есть древние предания которые то же самое что и писание они устные потому что якобы они не для публики вот якобы вот василь великий принципе он взял вот эту теорию этих гностиков до совершил гностиков что якобы иисус он учил как бы тайным таким вещам устно а вот то что в писании записано это на публику это для всех как бы вот словесное молоко а уже вот такая твердая пища это то что передано устно и якобы почему еще иисус сделал так ну якобы потому что многие такие доктрины тайные доктрины христа насчет они как бы буквально по-бловацкой прямо получается они как бы не вмещались в разум современников и требовали постепенного там через несколько столетий раскрытия и вот поэтому они устно передавались из уст в уста и как бы потом уже со временем обнародовались но это все такая чепуха на предание вот на ссылку вот это послание василия великого вот в девяносто первом параграфе более точнее здесь уже есть перевод уже есть на русский язык из сохраненных в церкви догматов и проповедь и учений некоторые мы имеем от письменного наставления а некоторые приняли от апостольского предания по преемству в тайне и те и другие имеют единую и ту же силу для благочестия и и прочее прочее там большой текст дальше идет в общем-то на тайные доктрины такие христа насчет ссылаются и сегодня также допустим когда говорят вот ну о чем можно сказать вот допустим о мощах те же самые да а использование мощей иисус совершил вот эту тайную вечерю же без останков каких-то там святых там допустим да без мощей там какого-то пророка там или не знаю а значит сегодня ну тоже с незапамятных времен с того самого там пятого столетия чуть ли не значит на мощах совершается в православии хлебопреломление причастие обязательно без этого не совершается если не расскажу об этом более подробно попозже так вот и говорится а когда допустим спрашивают люди и говорят ну на чем основывается это вот учение это предание как бы иисус он передал как бы вот тайны так вот рассказал значит все это и вот апостолы передали сохранили все это или допустим рассказ о том что вот иконы допустим да значит мы скажем допустим евангельские мыслящие христиане я сегодня также говорю что этого нет в писании и это значит но противоречит писанию и этого не было в ранней церкви а говорят да не было это была тайна передана из уст в уста вот якобы иисус он рассказал это да вот не было готов не были готовы его современники как бы услышать этот голос значит его и вот как бы со временем когда уже были соответствующие условия как бы эти тайны доктрины как бы их работа легали уже легализовали открыли уже для народа но это полный бред знаете ли вообще допустим то что епископа должны быть безбрачными то же самое когда тайны доктрины христа как бы значит все таки он он учил тайны именно этому хотя павел написал что и писать может муж одной жены но это как бы значит это мнение павла 5 говорят это не мнение бога вот а христос все-таки учил безбрачию значит вот и из всякого такого из всякой вот можно как бы выкрутиться бы получается да получается так и вот русский религиозный философ василий розанов об этих вот мощах использования повсеместно написал так как раз вот интересно о чем вовсе не говорится в десяти заповедях или говорится в другом смысле или даже и вовсе отвергается как например отвергается и запрещается почитание каких ни бы то ни было изображений копий вещественных воспроизведений кумиров к разряду каковых конечно относятся чествуемые святые иконы православия равно святыни православия среди которых на первом месте стоят конечно мощи относятся к тем же кумирам и эта форма их тщательнейшим образом предупреждена в библии как страшное богохульство через сокрытие богом смерти и смертного тела моисея из которого евреи по весьма понятным основаниям могли бы вздумать сделать для себя мощи словом православные поклонились как раз тому чему поклонение особенно противно богу и запрещено его словом деревянным раскрашенным вещам и мертвым останком само прикосновение к трупу отцу отцов нечистоты по глубокому разъяснению талмуда было таким нехорошим грешным и противосвятым и противочистым делом хотя бы то оно было совершалось в делах благочестивого погребания что это раз и навсегда было безусловно запрещено всем священникам а частным а частный человек прикоснувшись к мертвому телу не мог весь этот день войти в себе в дом приблизиться к своей чистой и святой семье напротив православный именно на отце отцов нечистоты и воздвигает свои храмы совершает свои молитвы не веря ни единому слову библии смеясь над каждым ее словом василия розанов в темных религиозных лучах его произведения очень интересно дальше нам очень подробно как бы на основании тоже истории слово божье критикует розанов вот поклонение останком человеческим но это уже достаточно цена такая большая так вот и опять таки на чем основывается на предании на священном предании и вчера я говорил и позавчера об идолопоклонстве проблеме идолопоклонства и говорю о том что поклонение мощам используем ащей стало уже такое повсеместное к сожалению начиная с 5 столетия и вот до сих пор это в православии сохраняется кстати это наверное очень даже уже история культизма в христианстве даже очень похоже на историю оккультизма уже в историческом христианстве так вот пример такой иллюстрация а когда вот розанов здесь упоминает на храмы строит на мощах так принципе есть вот берутся останки человеческие эти кости и их в основании будущего храма вкладывают то есть любой храм по вот всей руси допустим да вот православный он построен на мощах это как бы капсула в основании вкладывается храма любого потом больше того когда уже храм построен уже и пришло время его освещать значит то тогда значит ставится престол если вы заходили в храм когда-нибудь православным вы видели наверное да вот а там есть алтарь такой такой иконостас отделяющий алтарь от собственно храма и в алтаре насчет стоит престол его не видно но когда врата открываются царские такие ворота центральные до в котором священники входят выходят вот там мы видим такой престол метр 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 или они по-разному бывают разной величины эти престолы или полтора 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 так вот обычно там или я не помню эти размеры куб или же больше размер такой насчет прямоугольный большой такой стол но смысл один тот же они разные формы бывают да значит но смысл один тот же что снаружи они красивые снаружи они одеваются в такие рубашки и одежды такие значит и чеканка дорогая там облачение дорогое допустим но внутри всегда одно и то же там кости там человеческие останки какие-то святые допустим там мучеников там преподобных там пророков прочее 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 я один раз только лишь был на освещение такого храма старый храм который восстановили в 91 92 годах я принимал участие там восстановление некоторых храмов в рязанской епархии в рязанской области передавались тогда значит эти храмы с десяток примерно храмов вот мне довелось тогда вот заброшенных бывших там овощехранилищ там там зернохранилищ какой-то там или просто просто полуразрушенный храм и там надо было все вычищать выгребать значит делать хотя бы элементарно что-то там ремонт какой-то и начинать там служение а порой даже еще там и все еще ремонт шел а уже служение мы уже проводили уже так вот но один раз я принимал участие именно в освещении храма и приглашали епископа и вот приехал начале дьякон значит протодиакон собора и он привез такой кейс с костями мощами человеческими но я изучал пластическую анатомию я понял что там как бы сбор разных скелетов потому что там как бы но с трех это минимум скелетов на нас были кости ну судя там по костям характерным и вот потом в престол в сам мы вставляли такой гробик сантиметров 30 наверное и туда значит ложили эти косточки заливали воском и закрывали крышкой гробик и ставили прямо посреди на таких на такими на перекрестии таком и твердо его там укрепляли вниз ложили до такой ямочку такую вырывали и вот это якобы есть гарантии того что дух святой как бы он сходит на церковь сходят на хлебопреломление и вот как бы освещение совершалось сегодня понимаю что это откровенно культ обряд но опять таки наш на чем на что ссылаются служители на предание вот якобы этом древнее предание якобы иисус талина учил таким вещам нас но ни в коем разе иисус этому не учил это оккультизм давайте отдохнем потом продолжим и